Меня сегодня побудили выйти на трибуны не только публикации в средствах массовой информации о размере заработной платы и бонусах топ-менеджеров крупной российских компаний, а также предстоящий доклад председателя Центрального банка России, который стоит на сегодня вторым в повестке дня об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год. Согласно информации журнала Forbes, рейтинг 25 самых высокоплаченных генеральных директоров крупнейших российских компаний, включая это топ-менеджеров российских банков. Удивляет тот факт, что возглавляет этот список руководители компаний государственных и с государственным участием. А именно, первое место председатель правления ВТБ 960 млн. рублей, далее идет председатель правления Газпром 780 млн. рублей, президент Роснефти 780 млн. рублей, на четвертом месте председатель правления Сбербанка 640 млн. рублей, замыкает пятерку самых высокоплачиваемых топ-менеджеров председателя Банка Москвы Михаил Кузовлев 480 млн. рублей. Эксперты Форс при этом утверждают, что большую часть своих доходов российские топ-менеджеры получают не из официальной зарплаты и бонусов российских компаний, а из офшорных компаний, зарубежных источников. Например, якобы у господина Косина часть доходов поступает с Кипра, где обосновался один из его дочерних банков. Пресс-служба Банка ВТБ опровергает эту информацию, но до два года учредители названной компании, которым в том числе являются ключевые менеджеры ВТБ, получили дивиденды в размере 2,5 млрд. рублей. Российские топ-менеджеры стремятся получать столько же, сколько и главы крупнейших мировых корпораций. Например, крупнейший в мире банк Джипи Морган Чейз, его руководитель, чей бизнес в десятки раз больше ВТБ и получает 42 млрд. долларов, всего на 40% больше, чем у богатейшего российского коллеги. При этом прибыль американского банка превышает прибыль ВТБ более чем в 6 раз, 19 млрд. против 3. Особо хотелось отметить бонусы господина Кузовлева, представителя правления Банка Москвы, входящего в том числе в состав директоров кипрской дочки ВТБ РСБ ЛТД. В 2011-2012 годах Агентство по страхованию вкладов АСВ предоставило Банку Москвы кредит, коллеги, 295 млрд. рублей под 0,51 годовых на 10 лет для проведения процедуры оздоровления Банка Москвы, подорванного и эффективным в кавычках менеджментом Бородина Лужкова. Средства на эти цели в виде кредита АСВ предоставил Центральный банк России. Банк ВТБ дополнительно внес в составный капитал Банка Москвы еще 100 млрд. рублей. Эффективное сложение государственных средств в размере около 400 млрд. рублей налицо при ставке рефинансирования 8% и соответствующего уровня инфляции. В то же время зарплаты топ-менеджеров санируемого банка превышают уровень зарплат руководителей других банков Федерации, в том числе и крупных коммерческих. И это все на фоне высоких ставок по кредитам и низких ставок по депозитам. В прошлом году состоялась встреча Владимира Путина с представителем Сбербанка Германом Грефом. Речь на встречу зашла о ставках по гладам физических лиц. Греф пообещал клиентам Сбербанка и в том числе Путину за год сохранить его сбережения на 6,5% годовых, на что Путин ответил с улыбкой, жулики вы просто, мало. Среднестатистическая пенсия, по данным Росстата Российской Федерации, составляет 9 тысяч рублей. Даже если взять расчеты экспертов, то общий доход топ-менеджеров государственных компаний или компаний с государственным участием составляет от 30 до 45 млрд. рублей в год, что в пересчете равняется 400 тысячам годовым пенсии. А доход господина Костина равен доходу 9 тысяч российских пенсионеров, небольшого такого поселка. Партия «Справедливая Россия» выступала и выступает за принятие жестких мер в отношении дочерних предприятий крупнейших российских компаний за рубежом. Уже ни для кого не секрет, что уже более 70% российских производственных активов принадлежат фирмам в зарегистрированных офшорах. Владельцы офшорных предприятий успешно избегают какой-либо ответственности, по социально-экономическим обязательствам уходят от российских налогов, переправляют капиталы за рубеж. Наша фракция выступает за принятие закона о налогообложении в 20% за выводимые за рубеж капиталы. Мы видим, что разница в доходах населения достигла критического предела. По сравнению с доходами высокопоставных чиновников, топ-менеджеров российских государственных компаний, зарплаты, пенсии и пособия большинства наших граждан ничтожно малы. Наша фракция выступала и выступает за восстановление прогрессивной шкалы подоходного налога. Миллиардер должен платить больше, налоги его должны идти в бюджет России. А мы с вами должны принять такие законы, чтобы они работали на граждан России, а не на отдельную группу олигархов. Спасибо за внимание.